МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. И я, Ольга Панова. Сегодня в выпуске. Со знаниями и наградами глава Республики поздравил победителей и призеров Всероссийской Олимпиады школьников. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Культурный фундамент в Батревском районе начали строительство Дома культуры. Царица полей. Пассивные работы выходят на финишную прямую. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чувашия сохранила свои позиции в рейтинге лучших регионов по итогам Всероссийской Олимпиады школьников. В этом году в заключительном этапе интеллектуальных соревнований принимали участие 58 ребят. С наградами вернулся каждый второй ученик. Сегодня победители и призеров чествовали в Доме правительства. Место в президиуме круглого стола Никита Гущин занял не случайно. В этом году ученик гимназии номер 5 стал единственным представителем региона, которому удалось завоевать золотую медаль на Всероссийском этапе Олимпиады. Победа, говорит он, залог усердной подготовки. Ему не было равных в вопросах по истории. Именно, мне кажется, в нашей школе хорошо продуманный режим работы с такими детьми, олимпиадниками, что создаются все условия именно по учебе, чтобы особо не беспокоили, не мешали готовиться. Потому что, когда ты фокусируешься на каком-то одном предмете, могут, ну, я знаю ситуации в других регионах, например, возникают у многих проблемы там составляемости по другим предметам. Ребята уверяют, что завоевать медали на Всероссийской Олимпиаде довольно непросто. Ведь за победу борются ученики со всей страны, которые также прошли через сито региональных этапов. Я искренне благодарен вам, уважаемые чемпионы, победители, призеры, то, что на федеральном уровне, участвуя, представляя, показали свои знания. И не только, кроме этого, очень многое вы получили для самореализации этой жизни. В числе призеров этого года 20 представителей Чувашии. Наибольшее количество наград ребята получили на Олимпиаде по ОБЖ и физкультуре. Готовиться к ней приходилось не только по учебникам, но и в спортзале. Мне очень понравилась эта Олимпиада, так как на протяжении ее я познакомился с многими ребятами из разных регионов России. Также получил уймую положительных эмоций и опыта, которые, надеюсь, мне помогут в будущем. Впервые за многие годы школьники республики завоевали награды на Олимпиаде по географии. Для победителей и призеров интеллектуальных испытаний открыты все двери. К примеру, они могут поступить в любой вуз без экзаменов. Наша государственная прерывная политика сферы образования была направлена в вложение инвестиций в интеллектуальные способности молодого человека. Этими вопросами мы занимались и занимаемся. И по расходной части, отрасль образования у нас имеет значимое место. Чтобы растить будущих чемпионов Олимпиад, в республике намерены создать специализированный центр. Будем привлекать и наших хороших учителей и наставников, и другие среди для того, чтобы вот эту базу сделать действительно системной. Глава региона пожелал ребятам новых побед. Призерам и их наставникам вручили благодарственные письма. Медрик Ковалев и Игорь Зверев. Республика. Бывшие работники ЖБК-2 не могут дождаться зарплат годичной давности. В августе 2017-го на предприятии началась процедура банкротства. Невыплаченными остались более 5 миллионов рублей. В администрации Новочебоксарска вопрос держат на постоянном контроле. К трудоустройству у высвобожденных работников подключилась служба занятости. В настоящее время задолженность составляет порядка более 5 миллионов. По последним данным это 5 миллионов 246 тысяч рублей. У нас создана рабочая комиссия под руководством прокурора города. Есть имущественная масса. Это порядка 11 миллионов рублей, которые нам необходимо взыскать с дебиторов. Их порядка 18. Если мы взыщем эту дебиторскую задолженность, то мы гасим долги. Потому что предприятие не функционирует. Если бы оно функционировало, тогда бы это было сделать легче. В настоящее время только имущественная масса и дебиторы могут решить данный вопрос. Как пояснили в прокуратуре, в первую очередь по закону выплачиваются текущие платежи, заявленные после признания предприятия банкротом. Затем долги по заработной плате сотрудникам ЖБК-2. Их будут погашать по мере реализации имущества. Что касается трудоустройства у высвобождаемых работников, особых проблем с этим не возникло. На ЖБК-2 на 1 января 2017 года работало 417 человек. На сегодняшний день числится на предприятии 2 человека. Люди в основном уволились по собственному желанию. Трудности на предприятии начались по хозяйственной деятельности в августе месяце прошлого года. В целом работники, в основном, когда столкнулись с этими трудностями, самостоятельно начали осуществлять подбор работы. И тогда, когда работу находили, они увольнялись и трудоустраивались на новое место работы. К нам в прошлом году в ЖБК-2 обратилось 15 человек, уволенных с предприятия. 10 из них были трудоустроены. Двое были направлены на профобучение в рамках исполнения государственной программы Чувашской республики по занятости. Порядка 200 хозяйств республики завершили сев зерновых и зернобобовых культур. Весенняя страда преодолела экватор. Посеяно более 60% от запланированного объема. По последним данным, в республике засеяли свыше 130 тысяч гектаров. В южных районах работы практически закончено. В хозяйствах продолжают сажать картофель, сахарную свеклу, кукурузу и масляничные культуры. По прогнозам, весенняя кампания может быть завершена на следующей неделе. Кукуруза – незаменимый источник витаминов, микроэлементов и пищевых волокон. Она полезна для человека, а также ее используют в качестве корма для скота. Наша съемочная группа побывала в одном из хозяйств Чебоксарского района и посмотрела, как сеют царицу полей. С 7 утра и до 7 вечера Александр Ефимов в поле проводит половину суток. Вместе с напарником засеяли кукурузу около 100 гектаров. Техника сейчас в полях у нас используется в основном новая. Обновился весь парк. Не весь парк, но обновился. Ну, работаем с удовольствием. Чтобы собрать хороший урожай, почву необходимо как следует подготовить, вспахать и удобрить. Немаловажную роль играют и сорта. Фалькон, Приокский, Мальтон хорошо себя зарекомендовали. Кроме кормовой кукурузы в хозяйстве выращивают зерновые, злаковые и озимые. На полях уже завершаем посев ранних зерновых. Кукуруза осталась и где не заезжать сыра, вот эти поля остались. Это примерно 15-20 процентов. Аграрии обещают в сроки посевных уложиться. Хорошая погода, новая техника и качественный материал этому способствуют. Татьяна Леонтьева, Татьяна Раевская, Борис Андреев, Республика. В деревне Бахтевильди на Батаревского района заложили фундамент нового дома культуры. Сельский клуб сегодня это не просто место проведения досуга, признаются местные жители. ДК становится центром культурного развития. Когда новый клуб распахнет свои двери, расскажем в следующем сюжете. Местные жители ждали этого события долгие годы. Раньше в Бахтевильдино был клуб, но концерты, праздники и торжества проводить там было очень сложно. На территории Бахтевильдского сельского поселения был на самом деле клуб. Клуб он старый, даже стыдно, можно сказать, было приглашать туда артистов. Но благодаря нашим культоработникам мероприятие на самом деле проводили. Когда вопрос возник строительства нового клуба, вместе с народом, вместе с депутатами, вместе обсудили. И сегодня тоже видели, наверное, как народ обрадовался, что новый на самом деле клуб будет. Но в то же время я хочу сказать, мы этот клуб хотим как-то использовать как многофункциональный. В новом клубе места хватит всем. Здесь откроются кружки, разместится библиотека. Стоимость проекта почти 12 миллионов рублей. Причем 11 миллионов – это средства республиканского бюджета. И почти 600 тысяч рублей местного. Строительство этого сельского дома культуры идет в рамках программы «Устойчивое развитие сельских территорий Чувашской республики». В 2018 году мы как раз продолжаем проекты, которые еще в прошлом году мы начали. Это строительство сельских домов культуры. Я считаю, это самое сегодня важное направление, потому что сельские жители, это проект, они долго ждали. Вот первые сегодня закладки камня у нас в Батырском районе, как раз мы сегодня находимся. Ближайший у нас Комсомольский район. До осени этот проект надо выполнить. Рабочие уже уложили песчаную подушку и начали работу по монтажу фундаментных блоков. Первых посетителей Бахтигильдинский клуб примет в декабре этого года. Галина Титарчук, Владимир Смирнов, Республика. В Крыму установят памятник, посвященный уроженцам Чувашии, которые погибли при обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны. Над монументом работает знаменитый чувашский скульптор Владимир Нагорнов. В его мастерской побывала наша съемочная группа. У скульптора Владимира Нагорнова горячая пора. Над монументом «Скорбящая мать». Он трудится в две смены и днем и ночью. Сейчас работы выполнены только на 50%. Фигура уже наполовину в гипсе. На днях скульптор начнет переводить ее в камень. Я подумал, как бы больше национального найти. Есть такие головные уборы, как хушпу, какие-то повязки и так далее. Они все-таки с украшениями. Это праздничное. Но мне хотелось глубину и простоту. Вот «Сурбан» – это такой головной убор, который, мне кажется, очень древностью ходит. И очень пластически красиво. И очень дает сильный такой образ. На груди – это вот такой вот элемент. Это и как оберег, и как, как сказать, мироздание, которое дает женщина. Каждая носила чувашская женщина на груди. Это такое минимум каких-то элементов, украшения. Установить в Крыму памятник уроженцам Чувашии, которые погибли при обороне Севастополя в годы Великой Отечественной войны, было решено в прошлом году. Во время рабочей поездки делегации Чувашии на полуостров. Проект монумента за короткое время был согласован с властями Крыма. Кроме того, чтобы мы подписывали и подготовили документы, на уровне парламента решить, где будет стоять памятник уроженцам земли Чувашии, погибшим во время обороны и освобождения города Севастополя. Четырехметровая фигура скорбящей матери будет расположена на возвышенной местности близ города Севастополя, в районе Балаклавы. У подножия монумента установят памятные таблички с именами погибших воинов. Скорбящая мать, которая скорбит потерям своих сыновей, а у нас там потери точно никто не может сказать, более трехсот уроженцам Чувашской республики, только Чувашской республики, не считая других регионов. И мы решили увековечить память, там возвышенность, как раз шли там ожесточенные бои, и мы как раз там решили, выбрали место, очень хороший холмик, место просматривается. Сегодня работа ведется, успешно ведется работа, уже сам макет сделан, материал закуплен. И мы планируем, при случае, если мы средства наберем, планируем в августе вместе установить и открыть этот памятник. Памятник будет построен в традиции чувашского народа Неме на средства добровольного пожертвования. Стоимость всего комплекса составляет около 6 миллионов рублей. Жители Чувашии также могут принять участие в его строительстве. Чувашский национальный конгресс открыл целевой счет по сбору средств на установку памятника. Галина Титарчук, Игорь Зверев, Республика. Задание на выносливость. В Батревском районе стартовали районные финальные игры юноармейского движения «Зарница» и «Орленок». Кстати, в этом году они юбилейные, 50-е по счету. Поздравляю от пяти юноармейских игр «Зарница» и «Орленок». Ура! 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 Полоса препятствий, стрельба из пневматической винтовки, кросс на тысячу метров. Все это ждет юноармейцев в ближайшие дни. В Батревском районе кипит нешуточная борьба. Школьники на время забыли, что такое уроки и взялись за оружие. Побегать по солнечной поляне приехали лучшие команды со всей республики. И все дружат со спортом. С оружием обращаются играючи. На этот раз за звание победителей поборется 21 команда, 10 «Зарничников» и 11 «Орлят». По итогам финальных игр лучшие из лучших будут защищать честь родной республики на следующих этапах «Зарница» и «Орленка». Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы «Республика». Я Ольга Панова с вами прощаюсь и до встречи в эфире национального телевидения «Чуваши». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова